Атмосфера созидания и желание поделиться своим талантом с окружающими царила на областном туре 14-го республиканского фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны». Первыми представили свои работы 53 мастера декоративно-прикладного искусства. Вышивка и резьба по дереву, солома и бисероплетение. Порядка двух десятков видов народного творчества радовали глаз и восхищали филигранностью. Рады, что ветераны не остаются дома, что они востребованы. Они желают участвовать, у них горят глаза, они приехали с области, и мы им будем рукоплескать их искусство. В свои 74 года Валентина Москалева из Каменца к творчеству относится с душой. Фантазию черпает из природы. Из подручного материала мастерит, вяжет и плетет. Каждая работа еще и стихи пишет. Сетует, что времени не хватает исполнить все задумки. Есть чем заняться. Вот на ладочке некогда сидеть, обсуждать, кто с кем пошел, и тогда пришел. Я уже стою, мне дня не хватает, понимаете. То надо делать, другу надо делать. Куда-куда-куда, то что-то подкупить, что-то там самой подделать. В общем, короче говоря, что некогда. Даже вот когда работала, время оставалось на поделки. Я сейчас занимаюсь одними поделками, времени не хватает. Открытие смотра конкурса, который проходит раз в два года, собрало полный зал. В вокально-исполнительской части конкурса заявились 23 творческих коллектива и исполнителя. Что особенно порадовало организаторов, боевой настрой артистов и невероятно теплая атмосфера. Не каждый, наверное, получит победу, но тем не менее, то, что мы уже сегодня здесь вас увидели, то, что вы уже не первый год участвуете в данном конкурсе, и то, что многие именно в этот день, именно на этом празднике встречаются, встречаются старшие уже друзьями за эти многие годы, это уже дорогого стоит. Своё творчество артисты-любители представили в шести номинациях. Самое многочисленное по традиции – хоровое пение. На сот жюри вокальные композиции представили 13 народных коллективов. Очень большое значение имеет этот конкурс. Свои таланты, свою видимость, свою внешность, эмоции свои. Это всё этот конкурс. Республиканский финал пройдёт в мае в Минске. Кто из победителей областного тура представит Брещину в столице, станет известно в начале мая. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.